Хочу прочитать послание Пергамской Церкви, 2 глава Откровения, 12 стиха. «И ангелу Пергамской Церкви напиши, Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, Знаю твое дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, И что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, Даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, Умершлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя Там держащие из учения Валаама, Который научил Валааков вести в соблазненов израилевых, Чтобы они ели и доложертвенные любодействовали. Так у тебя есть держащие из учения Николаитов, Которые я ненавижу. Покайся, а если не так, Я скоро приду к тебе, и сражусь с ними мечом в уст моих. И вот послание Пергамской Церкви, Оно напоминает нам то время, Когда церковь потеряла самое дорогое, Когда наслилась с миром. И что самое главное, здесь сказано, Ты живешь там, где находится престол сатаны. Сатана, дьявол, в Откровении изображен в 12 веках дракон. Потому что Пергам был столицей идола, Греческого и римского бога Эскулапа. Эскулап был бог врачества медицины. И этот идол тоже изображался в виде змея. И там тоже был храм даже. Содержался огромный змей в этом храме И множество маленьких змеев. И если дьявол, дракон, То и этот идол имел вид тоже и сущность змея. И поэтому скажет, Ты живешь там, где находится престол сатаны. Ему поклонялись, приходили за исцелением. И кто-то даже исцелялся, Потому что это была тоже сила большая. Но все исцеление тогда было связано с оккультизмом. С дьявольскими наговорами, С дьявольскими заговорами. Я даже читал вот один рецепт, Как исцелиться. Там такой совет. Отруби хвосту ящерицы, Высуши из толчи, Выпей в такое-то время, Да, в такое-то положение звезд. Все это было с такими наговорами. Но вот Антипа, Это пресвитер церкви пергамской, Преданий говорит, Что он тоже стал исцелять народ. Ну как? Как вот написано у Якова в пятой главе, Больный, кто пусть призовел пресверов в церкви, Не помолится над ним, Помоливший Ивлеем, И молитвы в церкви целит валящегося. И был эффект гораздо больше, Чем у этих идольских жрецов. И они возревновали, И решили погубить его. Но истязание придумали страшное. Сделали железного быка, И в чрево этого быка Замуровали пресвитера Антипу, Развели костер под чревом, И он задыхался там в страшных муках. И тут вот именно сказано, Это как достоинство, Сохранил слово, Не отрехся от веры, Даже седних, Да умершлен свидетель мой Антипа. Да, похвала хорошая, Но умею брось в тебя, Что есть у тебя там держащие учения Валаама, Который научил Валака, Есть и доложертие, Ввести в соблун сынов Израилевых. Ну, мы знаем, что Валаам Был пророк Востока, И с ним пребывал Дух Божий. Мы не можем сказать, Был он исполнен или нет, Но Дух Божий временами на нем пребывал. И Бог с ним говорил. И когда Валах упросил его прийти, Чтобы проклясть Израиля, Он сначала так хорошо говорит, Так говорит муж, Отче которого открытый, Падает, но очи открытый. Такой вот вроде достоинство, Я провидец и все вижу. Но все-таки Валах, Через послов, Сумел уговорить его. Мы знаем, что даже Асфица там проговорила Человеческим голосом. Он пришел. Бог не позволил ему проклясть Израиля. Хотя Валах несколько жертвенников делал, Хотя бы часть Израиля проклясть. Но мы знаем, что он не проклял Израиля, А наоборот даже благословил. Валах даже руками всплеснул. Я тебя призвал проклясть, А ты благословляешь? Уж если не признаешь, Хоть не благословляй. И он даже предсказал об Иисусе Христе. Вижу его. Восходит звезда от Иакова, И разит князей Муава. Вроде все неплохо. Но вот мы видим здесь, Который что? Нучил Валаха Вести в собон сынов Израилевых И есть идолы жертвенные. Ну, чему научил Валах? А вот такой дал совет. Ты не победишь Израиля. Вы лучше воссу сделаете. Пусть ваши дочери, Мавитянки, Красиво наряжаются, Золотые уборы, И пусть они прохаживаются Перед израильским станом. И некоторые из иудейских Молодых людей Привстились этим. Стали нравиться эти Мавитянки. И даже Входили с ним В тесный контакт. И мы знаем, Что были поражены 23 тысячи Из израильтян. И потом эти Мавитянки Уже приглашали Кадал-жертвенным явствам. И Израильтяне тоже участвовали В этих явствах. Но самое главное, Это было духовное Прелюбодейство. Это уклонение Выдало поклонство. И вот это В уклонение Выдало поклонство. Это самый Страшный грех, Который Был В Израиле, Который Господь Жестоко Карал. Мы знаем, Что даже Соломон, Когда уклонился, Он потерял Благословение. Ну, Правда, Некоторые Считают, Что покаянием Соломона Является Книга Екклесиаста. Именно В этой Книге Он высказывает И свое Даже Сомнение Своё Дух Человека Пойдет ли Вверх, А Дух Животом Вниз, Но В конце Судно Он пишет Выслуги Сущность Всего, Бойся Бога И заповеди Восправляй, Потому что В этом Все для Человека. Вот в этом Валак Провинился Перед Богом. И Что Трудно Здесь Отмечает Господь, Что есть У Тебя Держащие Вчени Николаитов, Которые Я Ненавижу. Вот Вроде Для Иисуса Христа Неприемлемо Такое Слово Ненавижу. И Вроде Верующим Тоже Это Слово Не Предписано. Но Все-таки Братья Сестры Есть То, Что Мы Должны Ненавидеть. Есть Слово Такое Псалме Любящие Господа Ненавидьте Зло. И Ненавидеть Грех Мы Должны. Не Грешника, Но Грех. Вот Есть Учение У Льва Толстого И У Кальвина Непротивление Зло. Но Такого Учения В Евангелии Нет. В Евангелии Есть Учение Христов Говорит Не Противься Злому, То есть Человеку Конкретно. А Злу Мы Должны Противиться Во всех Его Проявлениях И В виде Греха, И В виде Насилия. Но Ни Один Человек Не Является Олицетворением Зла. Человек Может быть Уловлен Злом. Подкав Вторая Глава К Эфесянам, Что Вы Некогда Жили По Воле Князя Духа, Живущего В воздухе И Действующего Ныне В сынах Противления. И Вот Сыны Противления Это Уловленные Злом. Есть Три Воли. Воле Бога, Воле Человека, Воле Дьявола. Бог Насовывался Свободной Волей. Подарил Право Выбора Ибо Возьмите За грех Смерть А дар Божий Жизвечный Иисус Христе Господи Нашим. Мы Имеем Право Выбора. Во Второзаконе Тридцатые Тридцатые главы Мы тоже Читаем Жизнь И смерть Предложи А тебе Благословение Или Проклятие Избери Жизнь Человек Создан Со Свободной Волей. Никто Не скажет Перед Престолом Божьим Что Господи Я ничего Не знаю Я не Слышал Ничего Поэтому Каждый Человек Ответствен За свою Душу. Но Вот это Учение Николаитов Опасно Тем Что Это уже Была Связь С миром. Толкователь Откровения Не Имеет Общего Кто Такой Николай Вот Ньютон Толкует Что Это Один Из Деканов В церкви Мы знаем Шестой Главе Деяния Избраны Семь Деканов Стефан Филипп Прохор Никанор Тимон Пармель И Николай Антиохиец Обращенный Из язычников Вот Толкуешь Это Тот Николай Антиохиец Он Внес Еретическое Учение Какое Иисус Умер За все Грехи За Прошлое За Настоящее И За Будущее Между Прочем Кальвинизм То же Самое Толкует И Причем Вроде Тонко Места Подобраны Он Единократным Приношением Себя Самого Сделал Раз И навсегда Освещенными Приходящим К Нему Поэтому Ты особо Не заботься Христос Уже Умер За Все Твои Грехи И Ты Спасен Если Спасен Раз Спасен Навсегда Но мы знаем Братья и Сестры Что Неисповеданный Грех Он Не Прощается И И И Первое Послание Иоанна 7 9 Стихи Написано Если Исповедуем Грехи Наши То Он Иисус Будучи верен И правильным Прости Нам Грехи Наши Кровь Иисуса Христа Сына Божия Очищает Тут Всякого Греха Значит Исповеданный Грех Прощается И Такого Права Жить Во Грехе Священное Писание Не дает Христос Когда Прощал Он Говорил Иди И Впредь Не Греши Правда Мы Знаем Что Мы Находимся В Адамовской Плоти И В этой Плоти Ничего Доброго Не Живет И Плоти Желает Противного Духу Но Жить Во Грехе Это Не Стимул Христианской Жизни В Первом Послании Иоанна Мы Читаем И Сия Победа Победивший Мир Есть Вера Ваша Мы Должны Победить Грех И Вот Посмотрите Когда Нагорную Проповедь Христос Произносил То Последний Стих Пятой Главы И Так Будьте Совершенны Как Совершен Отец Ваш Небесный Посмотрите Куда Нас Направляет Иисус До Какой Высоты Достигать Как Совершен Отец Небесный Правда В одном Месте Апостол Павел Сказал Но сразу Добавляет Как Я Христу То есть Подражайте Моему Подражанию Христу Как Я Подражаю Так И Вы Подражайте И В этом Плане Конечно Святая Жизнь Влечет Нас К тому Чтобы Отделиться От Греха И Само Слово Освящать В оригинале Греческого Обозначает Отделять Что Отделять Чисто От Нечистого От Мира Иоанн пишет В этом Первом Послании Не любите Мира Не того Что В мире Кто Любит Мир В том Нет Любви Отчей Все Что В мире Похоть Плоти Похоть Отчей И Говорят, что мы так учим, да, пусть суд Божий будет на таких. А второе, толкование такой Никилоиды, Ника – это победа, Лаос – народ по-гречески, то есть победитель народа, то есть Диатриев, тот самый, который мы встречаем в послании Анна, то есть который всю инициативу подавил церкви, и сам греховное учение преподает. Но, по сути дела, это то же самое, это связь с миром. И церковь, если она связана с миром, она перестает быть церковью, братья и сестры. Тринадцать слов и Матфея, кто помнит, это притча о горчичном зерне, что оно самое маленькое, но когда в Ростове становится больше злаком и даже большим деревом, в ветвях которого укрываются птицы. Православные толкуют, что разросшееся горчичное зернышко – это рост христианства. И у нас даже некоторые так толкуют, что вот разрослось христианство, захватило весь мир. Птицы, в общем-то, для нас что-то хорошее, Но, если мы вспомним первую притчу, с тринадцатой главы, «Сеятель сеет, иной упала при дороге, было потоплено, потоптано, и птицы что? Поклевали его». И когда попросили Иисуса растолковать эту притчу, Он сказал, «Птицы кто? Лукавый приходит и похищает посеянное». И вот теперь лукавый укрылся в ветвях дерева. Да, оно разрослось. И это послание к пергамской церкви – период его, это эпоха Константина Великого. Константин пришел к власти в тридцать шестом году. Сначала он прекратил гонение на христиан, потом он уравнял язычество с христианством, а потом сделал христианство, дал ему приоритет над язычеством. Но в чем тут была трудность? Где дьявол укрылся? Когда был первый Вселенский собор, 325 год в Никее, Константин был председателем этого собора. А кем был Константин? Он еще был верховным жрецом египетского божества Сираписа. И вот этот языческий жрец председательствовал на христианском соборе. Когда я читал описание этого собора, то священнослужители расположились под ковой и в центре кресла императора. И когда он вошел, все встали и заплодировали. Толкователь уже истории христианства пишет, наверное, сам Сатана зааплодировал, что среди служителей Божьих пришел Константин. Ну, а другие говорят, ну, а почему бы не пригласить императора на собор? А это же историк отвечает. А почему бы тогда на Первый апостольский собор, который был собран, 15 глава Деяния, почему бы апостолам Нерона не пригласить тогда? Почему бы его не пригласили? Да что общего у храма Божия с идолами, с этими мирскими людьми? Птицы укрылись в разросшемся дереве. И что? Церковь потеряла самое главное, потеряла святость, потеряла независимость от мира, потеряла отделенность от мира. И постепенно государство так подчинило церковь, что она стала государственной опорой. И та святая заповедь «Не убей» была нарушена. И священнослужители благословляли христиан на войны. Между прочим, братья и сестры, чем опасен кальвинизм? Он весь за то, что заповедь «Не убей» относится только к мирному времени. А в военном время христиан не должен брать оружие, защищать. Я помню, когда Георгий Петрович приезжал к нам, с ним до десяти профессоров. Один из них был Нельсон, руководитель Баптистского союза Америки, он сейчас уже покойный. И он говорит, да, надо защищать. Америка святая страна, но ее надо защищать. Но я попросил так через переводчика, у вас святая Америка, а у нас Россия святая. Но тогда еще был общий Советский Союз. И вы представьте себе, вы христианин, я христианин, и мы из винтовки друг к другу в глаз метимся. Он не понял сначала, переводчик еще раз, он засмеялся, говорит, окей, если ты меня первым отправишь туда, то я там тебе спасибо скажу, что ты меня первый отправил в Царствие Божие. Я говорю, нет, миленький, я себя отправлю в Царствие Божие, я уже туда пойду. Ты мне не скажешь спасибо. Поэтому до такого абсурда доходит вот эта связь с миром. И поэтому мирской, связанной с миром, может быть любая деноминация, братья и сестры. Это не только католицизм, это не только православие, это может и протестантизм. И вы знаете, вроде как хорошо, протестантство, лютеранство, кальвинизм. Но ведь это были государственные церкви. Они так и остались. И лютер только стоял за то, чтобы отделиться от Рима, а ее так государственная церковь. И кальвин за это же стоял. А вот Анна Баптисты, это настоящие наши братья, которые знали, что церковь – это особое создание. И в церковь надо уходить по желанию, по крещению, по вере, не по детскому крещению. Потому что и лютер, и кальвин, и цвингли, и меланхтон, все они остались на детокрещенских позициях. И когда вот эти братья – Блауру, Гребель, Балдазар Гутмейер, потом Менна Симонс провозгласили это крещение по вере, потом перекрещенцы, так на них страшные гонения обрушились. Я читал историю Хуста Гонсалеса. Он говорит, что за сто лет после реформации, то есть с 1520 по 1620 годы, столько было уничтожено анабаптистов, гораздо больше за сто лет, чем за 300 лет римских гонений. Католики их жгли, казнили, и лютеране, и кривенисты. Поэтому в этом плане эти церкви тоже были связаны с миром. Мы с вами когда-то проходили, что вот ангелу сардийской церкви напиши, «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв!» Это как раз реформация. Вроде такой подъем, все и Библия приведена, но ты мертв, потому что основа христианского учения не была сохранена. А основа была полная отделенность от мира. Христос очень точно сказал, когда ему поднесли динарии, говорит, позволительно давать плод кесарю. Чье изображение? Кесарю? Да, так вот кесарю кесарю, а Божью Богу. И хоть написано Риме, 13 слова, «Всякую душа да будет покорным большим властям» – это душа. То есть, как индивид, член государства, я должен покорным быть, я должен подать платить, я должен исполнять все правила. Но как член церкви, я повинуюсь только Иисусу Христу. И апостолы очень точно сформировали Деяние 5.29, когда Петру и Иоанну сказали, «Не запретили мы вам крепко, напрямую, говорите об имени 7», то был ответ, «Посудите сами, справедливо ли пред Богом слушать вас больше, нежели Бога». Церковь – это общество, отделенное от мира. Потому что Лукавый всегда хочет поставить лжецерковь. И лжецерковь мы будем скоро рассуждать, 17 глава, «Откровение, увидел я жену, сидящую на звере багряном, прислонными нами богохульными, и жена была, что, разодета, на ней жемчуг, золото, порфира и чаша золотая в руке. И имя ее тайна. А тайна какая? Вавилон». Вавилон, переводить на русский, это смешение. Поэтому любой образ, любая деноминация, смешавшаяся с миром, она же перестает быть церковью. Это смешение может быть в любодеянии, то есть, в восповедании какого-то иного учения небиблейского, в подражании миру. Иоанн пишет, что в мире, все, что в мире, похоть очей, похоть плоти, похоть очей, гордость жительская, все это подражание миру, это тоже будет санно. И тем более, когда мир вторгается в церковь и начинает властвовать, командовать церковью. В Евангельский союз 28-29 года проникли те, которые склонились, чтобы оружие брать. Бабскистский союз держался, но у нас сейчас есть доступ к совершенно секретным. И вот там Тучков, представитель ОГПУ, дает отчет, баптисты не хотят принимать, чтобы брать оружие и воевать. Но мы заставили созвать съезд, и съезд пройдет благополучно. Они примут. Почему? Потому что половина делегатов съезда была наша осведома. Вы понимаете, как поработали? Как лукавый укрылся в этом дереве. Половина съезда, это были обработанные люди. Поэтому, братья и сестры, церковь должна остаться церковью. И вот у нас на Украине такая свобода сейчас. Это не свобода, это время обольщения. Действительно обольщения. И как лукавый бальстил, что занял умы братьев и сестер земным, а ведь Ефесиан 5.5 написано «Любостержатель, который есть, идолопоклонник». Если мы тоже этим уличемся, то мы тоже будем держаться в чейнии Валаама и Николаитов. Поэтому сегодня давайте еще помолимся, чтобы Господь сохранил братство. И наше упование прежнее. Старцы уходят. Мало осталось старцев там. Все молодые, средних лет, но дал бы Господь, чтобы курс был сохранен, чтобы церковь осталась церковью. И она только тогда церковь, она независима от мира, какой бы он ни был. Нам не нужно быть в парламентах, в думах. Там нам Бог и на стопу ноги не дал. А вот чтобы мирское или мирские правители заседали в церкви, это тоже не данным. Когда Геннадий Сталентинович вызвал генерал, как бы он немного так лестно говорил, потом грубо стал. А потом говорит, что вы наступаете на наши мозоли? Вы мешаете нам строить общество безрелигиозное? Он говорит, а что это ваши мозоли оказались у наших алтарей? Убирайте их! Свои мозоли, свои ноги от наших алтарей! Тогда мы не будем наступать. А пока они у наших алтарей, мы будем наступать. Что бы это нам ни стоило! Да васовит Господь нам помолиться за наши братства, за все. Слава Ему! Аминь! 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 ПЕСНЯ Хоть трудно, но все же, шагаю, минуя, Соблазны и бездны, греха на пути. Хоть трудно, но все же, шагаю, минуя, Соблазны и бездны, греха на пути. Колючками терни изорвано платье, Усталое сердце изныло в груди. Повсюду картины греха и проклятия, Не знаю, что встретит меня на пути. Повсюду картины греха и проклятия, Не знаю, что встретит меня на пути. Долиною этой на подвиг кровавый, На смертные муки спаситель мой шел. За ним не смущаясь, я путь свой направил. И мир благодатный мне в сердце вошел. Повсюду картины греха и проклятия, За ним не смущаясь, я путь свой направил. И мир благодатный мне в сердце вошел. Повсюду картины греха и проклятия, Долиною плача Субтитры создавал DimaTorzok Мне радость даруя Звездой лучезарном Сияет вдали